Здравствуйте! Как-то в одной научно-популярной статье, в одной деловой газете, я прочитал про лазер, который излучает черный свет. Представляете? Вообще, на самом деле, это смешно, но сами физики в этом виноваты, в том, что их так неправильно пересказывают. Дело в том, что любят они приврать, пошутить над публикой, и в том числе над студентами. Есть такой опыт. Лучи тепла и холода называется. Это очень стандартный опыт, его показывают обычно в лекциях по физике. Значит, два зеркала берется, два вогнутых зеркала. В фокусе одного зеркала помещают горячий предмет, а в фокусе другого зеркала термометр, термопару, все что угодно, что измеряет температуру. Вот поместили вы в фокус одного зеркала горячий предмет, утюг, или там раскаленный какой-нибудь кусочек металла, и сразу температура в фокусе другого зеркала, которое может на другом конце аудитории ставить, вдруг повышается. Вот это вот лучи тепла объясняет, тепловые лучи, то есть инфракрасное излучение. Зеркало одно, значит, пускает пучок на другое зеркало параллельно, то его собирают в фокусе, а в фокусе как раз находится термометр. Это вот на верхней картинке красный. А теперь, говорит, посмотрим, говорит лектор, лучи холода, и вынимает, значит, раскаленный гвоздь оттуда, где он был в фокусе, и ставит туда, там, ну, кусочек льда, или что-нибудь замороженное в жидком азоте, и тут температура падает на термометр, который в другом зеркале. Вот видите, вот это были лучи холода. А ведь может кто-нибудь правда подумает, что есть лучи холода? На самом деле, это шутка. Просто баланс изменяется, понимаете, как температурный баланс. Вот эта замкнутая система между двумя зеркалами, пока не выровнится температура термометра и того, что там есть, неважно, горячего или холодного, он будет, его температура термометра будет меняться, рабочего тела. Вот и все. Есть еще слово такое, лампа черного света. Вообще, все с детства с ней знакомы, любят очень на детских представлениях показывать такие трюки. Выключает в зале свет, и вдруг по сцене идет светящийся скелет. Это, на самом деле, актер, одетый в одежду, на которую, значит, ленточки люминесирующие, и лампа черного цвета, цвета, излучает ультрафиолетовые лучи. Вот обычно лампочка ультрафиолета, под которым мы загораем, она светит таким еще и видимым светом. А это вот великий такой физик, экспериментатор Роберт Вуд придумал фильтр, который прекрасно пропускает ультрафиолет и совершенно задерживает вот наше видимое излучение. Поэтому всякие вот трюки цирковые, пляшущие скелеты, светящийся объект, это все оттуда. Лампочки такие очень милые есть проверять, всякие отпечатки пальцев искать. На купюре вот взятку дадут вам кто-нибудь, а на купюре там, значит, невидимая краска написана. Взятка подходит, значит, понятые, войдите, звучит такой жест. И, значит, фраза. И, значит, проверяет эту штучку. Ага, взятка, попались граждане товарищи. Вот такие вот дела. Вот он, кстати говоря, Роберт Вуд. И Роберт Вуд открыл один эффект интересный. Этот эффект теперь каждый владелец телекамеры может сам проверить. Этот эффект вот в чем заключается. Оказывается, если снимать в инфракрасном диапазоне, у нас есть такой режим съемка в темноте. Сейчас он как раз в инфракрасных лучах снимает. То зелень, хлорофилл, он светится. Причем он светится в инфракрасном диапазоне не только днем, но и ночью. И получаются очень такие интересные эффектные художественные пейзажи, когда вроде бы лето, и все такие деревья, как вынии, да? А на самом деле это просто хлорофилл светится. Вот такие вот дела художественные. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго, до свидания, всех благ.